По поводу моих перспектив, то я уже об этом говорил и отвечу повторю еще раз. Проблема заключается в том, что, к сожалению, ни Захарченко, ни Плотницкий не пользуются большим авторитетом в ополчении. Именно в ополчении. Много людей, которые не хотели бы признавать в качестве командующих, в качестве лидеров. Поэтому, мое появление там, сейчас, вызвало бы сразу возникновение центра оппозиции. Причем оппозиции, в том числе военные. Не всем нравится реформа ополчения, его перевод на военные рельсы, то есть в армию, в состоянии армии. Не всем нравится перемирие, не всем нравится экономическая политика. Но довольных очень много. То есть, появившись там, даже в качестве рядового, как я одно время подумал, просто плюнуть на все, поехать туда. И мозголова там повоевать немножко. Я все-таки еще кое-что умею, не только как командующий. Оно бы сразу вызвало именно, хотел бы я или не хотел, мне сразу бы потянулись какие-то силы. Но Россия поддерживает, Захарченко и Плотницкого. Понимаете? Естественно, без воли России никто бы их туда не поставил, кто бы их не выбрал. Соответственно, возникновение военной оппозиции в тюрьму воюющей армии, то есть в воюющих республиках, оно ни к чему хорошему привести не надо. Только когда мне говорили, мне еще в Донецке предлагали, типа, давайте там, типа, переворот сделаем. Авторитет есть, ополченцы там поддержат. Я говорю, что последнее, что можно делать во время войны с внешним врагом, это устраивать гражданскую войну в тюрьму. Поэтому пока ситуация не изменится каким-либо образом, я туда, естественно, не поеду. Не потому, что меня там кто-то пошлет или не пошлет, а потому, что я считаю это вредным. Продолжение следует...